Глубоко уважаемая Марина Антиповна, глубоко уважаемые коллеги в зале, значит, соответственно, я действительно хотел бы на вопрос, какая связь, ответить на это, демонстрируя, скажем, вот такое явление, которое всем нам, казалось бы, хорошо известно, о том, что сердечно-сосудистые осложнения действительно основная причина смерти, правильно, больных с сахарным диабетом в этом плане, и при этом, если посмотреть, а что поражается, а что вообще не поражается, вопрос бы стоял в сердечно-сосудистой системе. Смотрите, крупные артерии, и мы прекрасно знаем жесткость сосудистой стенки, и это, естественно, приводит к нарушению релаксации сосудистой стенки, да, при такой жесткости, и вот вам, пожалуйста, сделайте сразу выводы в отношении вот этих артериальной гипертензии и так далее. Причины этой жесткости сосудистой стенки, это, естественно, в первую очередь, это гиперинсулинизм длительное время на фоне сахарного диабета второго типа, а инсулин анаболик мощнейший, это гипертрофия гладкомышечных клеток сосудистой стенки, это утолщение сосудистой стенки. Вы посмотрите, микроциркуляторное русло страдает, то есть и капиллярная сеть, естественно. А если посмотрим, а что там происходит, а там рарификация происходит, и, естественно, рарификация вот этой, скажем, мелких сосудов сосудистой стенки, капиллярная, это приводит к снижению тканевой перфузии. Вот это снижение тканевой перфузии оборачивается выраженной гипоксией со стороны практически всех тканей организма. Но вот если мы можем сказать, они тесно взаимосвязаны или нет, это очень дискутабельный вопрос. Макро- и микрососудистые осложнения. Действительно, мы можем сказать, что это разные вещи. Нет, они, конечно, тесно взаимосвязаны между собой. И вы видите то, о чем я вам сказал. Артериальное давление, да. А вы найдите мне больного с сахарным диабетом второго типа с нормальным давлением. Я понимаю, что вы можете найти мне показать. Это ради образности я это заявляю. Но я хочу сказать, что их единицы, основной большой процент, они с артериальной гипертензией. А вы посмотрите, поражение органов мишеней. Чтобы не перечислять все эти органы, как говорится, кратко. И вы посмотрите, какое повышение на фоне вот именно этих сосудистых осложнений. И, естественно, высокий сердечно-сосудистый риск. Есть такое мнение, которое внедрили кардиологи. Кстати, они правильным выражением внедрили. А мы, эндокринологи, я смотрю, просто немножко исказили это выражение. В каком плане? Они заявили, что на фоне очень важного исследования сахарный диабет эквивалент кардиоваскулярной патологии. А как исказили эндокринологи, сахарный диабет сердечно-сосудистое заболевание. Нет, это эндокринное заболевание, естественно, правильно? А почему мы говорим, что он эквивалент диабет? Потому что было исследование, которое продемонстрировало, что риск смерти больного с сахарным диабетом без в анамнезе инфаркта миокарда такой же, как у недиабетика, перенесшего уже инфаркт миокарда. Вы представляете, как это перечеркивает знаменитую фразу, которую усвоили все, не только мы, а от берегов Амазонки до берегов нашей Чукотки. Диабет второго типа не болезнь, а образ жизни. Это тяжелое заболевание. Фразу эту сказал гениальный человек, Майкл Бергер, ныне покойный. Но надо просто себя, как говорится, убедить, что надо и следующее за ним предложение, которое Майкл Бергер сказал наизусть выучить. Где он говорит, болеть диабетом все равно, что водить машину по оживленной трассе. Надо знать правила движения. Вот такая картина. Возникает вопрос, какова прогностическая роль гликемии тогда? Вот при остром коронарном синдроме, который, кстати, является весьма частым явлением, и к великому огорчению врачей, у этих пациентов может происходить без болевой формы. Почему? Потому что гипергликемия, естественно, вследствие влияния на, в том числе, иннервацию миокарда, и не только миокарда, а на нервную систему, вызывает серьезные поражения, в том числе этих нервов, формируется так называемая кардиальная автономная нейропатия, а для точности, чтобы вы легко поняли, что это такое, денервация миокарда. И вдруг, смотрите, прогностическая роль гликемии при остром коронарном синдроме, и каким тогда должен быть оптимальный контроль? Для того, чтобы у пациентов, значит, вот при остром коронарном синдроме и сахарном диабете мы не могли бы напортачить еще хуже. Вы прекрасно знаете, как гипогликемии могут отразиться. И вот смотрите, вопрос, смотрите, даже я не ставлю хроническую гипергликемию. Вы посмотрите, острая гипергликемия и какие сердечно-сосудистые эффекты в этом плане. А я вам скажу, что вот острая гипергликемия варьирует от 25 до 50% у больных и ассоциирована с высоким риском внутри больничной смерти. Как у пациентов с диабетом, кстати, так и без установленного ранее, скажем, сахарного диабета. И вот и посмотрите, почему такая высокая смертность? Острая гипергликемия – это повышенная активность тромбоцитов. Это значит, соответственно, сами понимаете, тромбогенный вот этот эффект и так далее, к чему может привести, правильно, тромбозом и тому подобное. Это, естественно, гиперкоагуляция на этом фоне. Гиперкоагуляция. Далее, вы посмотрите, апоптос кардиомиоцитов на этом фоне. Вот вам, пожалуйста, который вследствие острого коронарного синдрома может наступить в том числе и сердечная недостаточность. Вы обратите внимание на дисфункцию эндотелия. Грубо говоря, вот такая гипергликемия острая циркулирует в крови. Я вам даже выражение такое говорю. Скользит эта глюкоза по эндотелию. А эндотели, если даже мы с вами представили бы виртуально, что вот соскоблили весь эндотели из сосудов, как говорится, скомкали, в шарик кинули на весы. 2-2,5 килограмма. Это крупнейшая, можно сказать, эндокринная ткань. А ведь эндотели вырабатывают вазодилататоры, вазоконстрикторы, цитокины и гормоноподобные вещества, регулирующие пристеночный фибринолиз, например, в том числе, правильно, регулирующие коагуляционные вот эти функции и так далее, и факторы свертывания крови в этом плане. Воспалительные, провоспалительные и антивоспалительные цитокины и так далее. Вот вам, пожалуйста, дисфункция эндотелия. К чему все это может привести? Ну и, конечно же, в конечном итоге, это оксидативный или окислительный стресс. Чем мы объясняем развитие большинства осложнений сахарного диабета? Вот смотрите, было очень много исследований, внизу вы здесь видите этих авторов и так далее, которые изучали гипергликемию при поступлении в стационар. И, оказывается, риск смерти у пациентов с ОКС и без диабета, и с диабетом резко возрастает. 15 различных исследований, которые вошли в метаанализ, и они демонстрировали ту ситуацию, которую мы каждый день с вами сталкиваемся. Не бог весть, когда, смотрите, гликемия. Выше 10-11 ммл, что это редкость. Мы довольно часто это видим. И вдруг, оказывается, они имеют повышенный риск смерти в этом плане. И представляют, например, эти результаты, вернее, не представляют данные, естественно, реперфузионных, например, вмешательств, тромболизиса и так далее. Это до. Но если успели все это сделать. Японское исследование было, которое очень значимые данные представило в отношении острого коронарного синдрома. 80 пациентов, естественно, этих, посмотрите, стентирования, есть вмешательство такое в этом отношении. И это, естественно, снижает смертность этих пациентов. Вот посмотрите, госпитальная смертность, глюкоза при поступлении, и вы обратите внимание, то, о чем говорится. Да, вот 9-11, 11-11, больше 13. И вы видите, как резко начинает возрастать при поступлении в стационар. Показано, что гипергликемия при поступлении, факт, я вам показал, а гипогликемия, а гипогликемия во время госпитализации, это тоже независимый фактор, таким образом, да, для смертности у пациентов с диабетом и острым коронарным синдромом. Напоминаю, что сахарный диабет человечеству известен, по крайней мере, около 4 тысяч лет. Около 4 тысяч лет. 3,5 только и более тысячи лет тому назад уже был, как говорится, написан так называемый папирус Эберса в Египте, где прекрасно представлен, значит, представлен сахарный диабет, вот это мочеизнурение сахарное и тому подобное. А вы можете сказать, а лечение было? Нет. Вы посмотрите, более 3,5 тысяч лет известны заболевания, первое лекарство в 20 веке. Первое лекарство в 20 веке. И в те годы, когда еще есть живы те люди, которые родились и даже до 1922 года, когда инсулин вышел, как говорится, на рынок и тому подобное, как первый антидиабетический препарат. Я почему это говорю? У вас может возникнуть мнение, что человечество было не до том уровня, что вы могли лекарства и так далее. Как сказать? Как сказать? Как раз папирус Эберса вышел в тот период, когда проектировали пирамиды в Египте, и их строили они. И сегодня многие архитекторы сомневаются, что даже это люди строили, предполагая, что контакты с инопланетянами были тогда более интенсивными, или просто интенсивными, и сейчас мы с ними не имеем контакты. Вы что? Они умели бальзамировать хозяев этих пирамидов, которые сегодня сохранились, вы видите, 4000, а то и почти есть 5000, значит, мумии и тому подобное. А мы сегодня целым институтом не можем сохранить мумию Ленина. Я вам хочу сказать, что это серьезные вещи. Но вы посмотрите, почему я это подчеркиваю. Гипергликемия. Тысячелетия. А гипогликемия. Человечество столкнулось, по сути, в 20 веке. Ятрогенная, вызванная врачом, вызванная лекарством, назначая в этом отношении. И что тогда гипогликемия? Вы только посмотрите роль гипогликемии в развитии сосудистых осложнений при сахарном диабете. Таким образом, этот же острый коронарный синдром. Посмотрите на фоне как гипергликемии, так и гипогликемии. И вы видите, в первую очередь, удлинение интервала КУТЭ. И вам должен сказать, что каждый кардиолог скажет, вот где-то вместо 410 миллисекунд, что ли, и так далее, и вдруг он в полтора раза длиннее, 600 с лишним. Что произойдет немедленно? Вот вам, пожалуйста, вы видите, да? Внезапная смерть. Внезапная смерть чаще всего бывает именно от гипогликемии, особенно во сне и тому подобное. Посмотрите, на фоне гипогликемии, то есть гипогликемии, почему сахар снизился? Я вам сказал, ятрогения, значит высокая доза инсулина. Либо при введении инсулина, либо при пероральном приеме препаратов, стимулирующих секрецию собственного инсулина. Гиперинсулиномия. А вот вам, пожалуйста, гипокалемия, нарушение реполяризации, значит, в том числе кардиомиоцитов, скажем, и так далее, именно мембраны сосудей, клеточной. Вы посмотрите повышение концентрации провоспалительных цитокинов именно со стороны эндотелия, и в том числе основной гормон эндотелия, эндотелин один. Так, и вы видите, это нарушение коагуляции, тромбообразование. Ну и, конечно же, гипогликемия – это мощнейший стресс, на который тут же организм пытается, активизируя симпатоадреналовую систему, естественно, продукция адреналина, контринсулярного гормона, сахароповышающего гормона. Это компенсаторная реакция, вывести пациента. Но ведь, извините, помимо этого катехоламины – это и вазоконстрикция. Вот вам и ишемия, которая формируется, естественно. Гипогликемия, диабет второго типа, многие говорят, а какие очевидные факты, а какие возможности, скажем, и так далее. Вот смотрите, есть разнообразные определения, например, уровень глюкозы меньше, чем 3,9. Да, вы можете сказать, что норма 3,3, скажем, и там подобное. Не забывайте, это пациенты, которые не должны иметь гликемию меньше 4 ммл, ни в какое время суток в этом плане. И реакция совершенно другая. Поэтому порог всегда, как говорится, вот этой гипогликемии, он немножко вот завышен, чем, например, у здоровых людей. Но я вам должен сказать, что гипогликемия – это самый большой барьер в достижении компенсации сахарного диабета. И перед пациентом этот барьер, и перед врачом в этом плане. Ибо они им мешают как раз достигать целевых показателей. Вы обратите внимание, 380 тысяч обращений в службу скорой помощи в год в США. С 93 по 25 год. Но это в год. Но если мы с 93 по 5 год рассчитаем, это сколько лет? И тогда в год 380 тысяч 5 миллионов обращений в службу скорой помощи. Из-за чего? Из-за гипогликемии. Вы думаете, у нас в стране процент этот меньше? Такая же ситуация, я вам должен сказать. И если вы посмотрите, то вы увидите, что у 72 процентов именно гипогликемия была основным, как говорится, диагнозом при госпитализации. В этом плане. Но если учесть, что пожилые люди, они не обязательно, подавляющее большинство из них, эти клинические проявления гипогликемии не ощущают. Вы не думайте, что да, они вам тут же скажут чувство голода, тахикардия, потливость, тремор. Ничего подобного. У них может абсолютно просто подъем артериального давления, например, произойти. Ой, что-то в висках стало стучать. Ой, что-то там в затылке тяжело стало. Ой, что-то там с сердцем, значит, и так далее. В этом плане. Поэтому распознать гипогликемию в пожилом возрасте, это серьезно. Насколько гипогликемии затрудняют контроль вообще диабета, гликемии у пациентов с диабетом второго типа, то мы видим вот здесь, посмотрите, эти проблемы, которые вызываются, гипогликемия, и, естественно, выбор терапии. Проблемы, связанные с гипогликемией, серьезные. Это и краткосрочные, и это долгосрочные. Когда пациент однажды испытал гипогликемию, это такой страх у него с отрицательными последствиями в дальнейшем, скажем, на качество его жизни и так далее. Пациенты, которые вообще подвержены гипогликемиям. Марина Антиповна, наверное, лучше меня скажет, что это такое, эти панические атаки, которые у них возникают, и просто невозможно беседу даже вести. Вот эндокринолог, я хочу беседу вести. Ну, невозможно, не хочет даже слушать об этом. Почему? Я хочу новое лекарство, новый подход, а они слушать не хотят. Это страхи, беспокойства в этом плане, да? И поэтому они не принимают терапию. Или однажды в полдень была гипогликемия, это не значит, что каждый день в полдень гипогликемия, но они в полдень переедание начинается, беспокойство, атака, как бы этой ситуации еще раз не возникло. А со стороны врачей клиническая инертность, тогда нечего начинать и так далее. Я боюсь, не дай бог, возникнет еще раз вот такое состояние. Последствия гипогликемии ужасающие. Вы обратите внимание, во-первых, я не хочу, вы уже все зрячие, вы все хорошо прочитали, что это может до комы довести, это потеря сознания, естественно. До этого вы видите и судороги, естественно. А представьте себе, что он работает у станка, он за рулем, например, сидит и так далее. Я никогда не забуду ужасающий случай, когда в типографии, я не знаю, как этот цикл называется, распечатана огромная страница, бумага, на которой, может быть, уже 20 страниц книги. они подают под гильотину, значит, пациент с сахарным диабетом, и его поставили на вот такую работу. Вроде бы легко, ему только эту стопку, значит, подавать под гильотину, которая режет, и так подобное. И, естественно, обе свои ладони, вместе, как говорится, с этой бумагой, лишился двух, как говорится, ладоней в этом плане. Повышенный риск этих аварий, естественно, в этом плане. Ну, а то, что частая гипогликемия, это гипоксия мозга, это, естественно, повышенный риск деменции. Ну, и, конечно, вы видите, смерть, конечно, это довольно частое явление. Вот, посмотрите, при гипогликемии, например, риск, веро, например, смерти через 30 дней. Смотрите, если гликемия меньше 4,5, вы посмотрите, во сколько раз эта смертность у диабетика, да, повышена по сравнению с гликемией 11 ммл и выше. Таким образом, оказывается, в большей степени вот какая связь, скажем, гликемии и острого коронарного синдрома в этом плане. Возможные механизмы, которые приводят к летальному исходу, очень демонстрируют вот здесь. Вы видите, гипогликемия, а дальше стрелочки, эндотериальная дисфункция, снижение вазодилатации, гемодинамические нарушения, и вы видите, какие повышения, что там происходит и так далее. Симпато-адреналовый ответ, и вы видите нарушение ритма, естественная вариабельность, скажем там, частоты сердечных сокращений. Это коагуляционные нарушения, в том числе с факторами свертывания крови, с активацией тромбоцита в нейтрофилов и тому подобное. Это провоспалительные цитокины и тому подобное. Вот вам, пожалуйста, какие нарушения могут быть в этом отношении. И, естественно, нас больше всего из этого перечисленного волнуют аритмии, вследствие процессов реполяризации в этом плане, увеличенные тромбообразования и эти эффекты катехоламинов в этом отношении. Осложнение эффекта тяжелой гипогликемии преимущественно, посмотрите, кардиоваскулярные. Вы видите сердце и головной мозг и так далее. И вы здесь видите, какие отклонения могут возникнуть. А если это длительно более или менее длится, то это смерть мозга, естественно, вы видите. Ну, конечно, гипогликемия ассоциируется с повышенной частотой в боли в груди. Острый коронарный синдром в этом отношении. Сомнений тоже в этом нет. И вы видите эти эпизоды, например, скажем, сколько длятся. Ишемия тканей. Посмотрите, гипогликемия, например, да, и гипергликемия. А вот нормогликемия. И мы видим, гипогликемия является, ну, просто несопоставима даже с гипергликемией по частоте, например, вот этих состояний. Ну, и тот интервал КУТЭ, о котором я вам сказал. Вот исходные данные при эугликемии, например, да, в этом плане. А вот, посмотрите, фиксированная гипогликемия, и вы видите, какой повышенный статистически достоверно риск этих аритмий. И вот вы видите этот КУТЭ. Ну, посмотрите, 456 миллисекунд вот здесь, например, отрезок этот КУТЭ. А что с ним стало? 610. Ну, при этом, посмотрите, 5 миллимоль литр гликемия, а здесь 2,5. Это, конечно, экспериментальная работа, которая демонстрирует в этом плане. Не забудем, например, очень известное, по сути, тоже ставшее хрестоматийным, кто только сегодня не цитирует исследование АКОРД. При этом исследовании сравнивали интенсивный контроль терапии сахарного диабета, а это значит интенсивная терапия для достижения ближе к норме показателей гликемии, правильно? С стандартным контролем. И что хотели? Хотели, как лучше, доказать, как при интенсивном контроле достижения вот таких показателей, близких к норме гликемии приводит к снижению вот всевозможных осложнений сахарного диабета. Образно говоря, я всегда говорю, хотели подправить человеку бровь, но повредили глаз, вызвали слепоту. В исследовании АКОРД хотели, как самое лучшее из побуждений, а смертность повысилась, вынуждены были немедленно приостановить это крупнейшее международное рандомизированное многоцентровое исследование в этом плане. Каким должен быть контроль, например, UKPDS исследование, смотрите, на 1% снижения гликированного гемоглобина, вы видите, да, все причины смерти, например, или там связанных с диабетом или с инфарктом миокарда снижает. А ведь здесь не говорится, что достижение целевого показателя, нет. гликированного гемоглобина был 9, 108, но это же тоже не целевой показатель. Но вы посмотрите, на 1% снижение к чему привело. Поэтому масса исследований, в том числе в конце, вы видите, да, аккорд, нет преимуществ, повышенная смертность. Но есть и другие микрососудистые осложнения, снижены, например, во многих из них, а до макрососудистых как-то дело не доходило, видимо, более длительные, чем 5-6 лет и тому подобное надо. И последнее, что бы я хотел вам сказать, а каким должен быть оптимальный контроль гликемии в этом плане? Гипергликемия предиктор неблагоприятных исходов, значит, надо контролировать и гипергликемию. Гипогликемия тоже, как говорится, опасное состояние, которое отрицательно влияет на течение острого коронарного синдрома. Поэтому компенсация углеводного обмена, конечно, улучшила бы эти исходы. Если, например, вот посмотреть в течение суток, как бы нам хотелось у диабетика 6,5-7,8 миллимоль литр, мы бы сказали превосходно. Повышение гликемии до 10 миллимоль литр удовлетворительно в течение суток, естественно, в этом плане. И избегать гликемию сниже 4 миллимоль литр. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!